всем привет вы снова на канале cloud city и с вами я вадим и для тех кто следит за событиями слава романа от светлана червяченко под названием путь домой и ее третьей части сегодня хорошая новость я продолжаю давайте не будем задерживаться я думаю что вы все торопитесь узнать события произошедшие по изошедшие с героями этого интересного романа давайте продолжим не начнем а продолжим и так дом тяжелыми шагами мелкими и практически шарком еще она поплелась вперед нами напевает себе под нос давно забытую песню далеко далеко дом стоял высокий в нем жила девицы небесной красоты прятала девица от людей всех лица прятала девица волосы свои вышла та девица вышла в чисто поле там где цвел ломашек клевер василек нарвала букет и пошла с ним в горы те что в дальних землях те что далеко почему власта говорил что их никто не увидит размышляла на вот дом вот лес вот и они смотрела она на тех кто встречал и ждал ее на пороге никто не бежал ей навстречу они стояли практически не шевеляясь они просто смотрели на ее тяжелую походку они видели ее согнутое тело руками касающиеся земли они смотрели и делали ни единого шага в ее сторону братья было кинулись есть навстречу но сестра их сдержала дернула и закинул за свою спину не время она должна пройти свой путь сама не поворачиваясь в их сторону не сводя глаз сельзы пояснила она им стоят ждут чего когда я сдохну не доползну не получится у вас увидеть мое мертвое тело не сдамся я доползу до вас я вас всех покусаю откушу по куску мяса от ваших тел рвалась ее сила наружу ждите ждите я скоро совсем немного и я я я не подбирались в ее голове слова и я гнивалась она уже сама на себя и я хватит тебе никого ты не покусаешь рассмеялась власта пошли в дом сама придет если захочет а если нет то боги скроют от нас от ее взгляда сказал она и открыла дверь дом заходите она испуганно стал метаться филипп я помогу и не кожа ее бросать вы не правы чтобы боги не планировали чему ее не учили но не гоже бросать ее на дороге и осталось совсем чуть-чуть я помогу но фрея вцепилась ему нет она должна сама жалостливо смотрела она на мать не отпуская мужа филипп разрывался между ними власть и хозяйка этого места старший в семье женой и эльзой в нем говорила сои что-то человечное давно им забытое и спрятанное он так хотел ей помочь но ослушаться жену равнялась предательство перед ней а с ней он планировал еще долго и долго жить власта видела его метание душевные переживания и скрытые слезы она ждала какое же решение он примет филипп молча наклонив голову в землю напряг со всем телом прости фрея я очень тебя люблю но бросить ее не могу я виноват перед ней я должен искупиться убить свой грех я помогу почти шепотом сказал он и дернул руку фрея не орала не цеплялась она понимала что ее муж не просто муж у бабской юбки он мужчина в котором есть сердце есть разум есть жизнь власта выдохну с полным принятием ситуации счастьем того что в их семье появился мужик сильный думающий принимающие решения готовы помочь а не предать она открыла дверь смотри недолго лишь солнце покажется из-за горы это место будет скрыто от любых глаз от всех уточнила на всех кто находится за пределами дома торопитесь эльза в надежде подняла глаза на филиппа готова принять его помощь готова собрать последние силы чтобы сделать несколько заветных шагов в сторону спасения она так сильно устала за последние годы ей выпало много испытаний за последний год были самыми тяжелыми мучителями последнем месяце она раскрыла много тайн открыла знания поняла силы и все это есть сейчас только мешало потому что сила внутренне никак не помогало телу которым ползло из последних сил филипп не стал церемониться уговаривать или разговаривать с ней он лишь подхватил ее на руки прижал к себе и быстро зашагал к дому солнце уже начало показываться мы успеем не переживай подбаривал у нее ты столько смогла тут осталось то всего ничего я с тобой мы все успеем успеем прибавил он шаг а там там отдохнешь наберешься сил поешь знаешь какая тут вкусная рыба водится подбадривал у нее еще пару шагов еще чуть-чуть дрожали в руки от волнения и усталости прости меня девочка как-то по-отцовски поднеслось над ее головой эльза посмотрела на филиппа но он молчал напряженно сосредоточенно смотрел на дом не сбиваясь пути мы успеем мы обгоним солнце повторял он как молитву богам прости меня девочка как-то по-отцовски принеслось над ее головой эльза прости меня сказал филипп я так работал работа разная бывает мне досталась такая но вот но зато я встретил фрею нашел свой дом спасибо тебе смотрел но на эльзу с благодарностью прости меня сказал он и переступил порог дома но что за засада договорился иван с карлом незваные гости пришли не за золотом или серебром ланцы их занял убить нас а значит они должны выполнить свои условия сделки но это ланц утонул точнил карл тогда мы им не нужны на граби то идут может не мешать им бросить их в этих местах да и выдвигаться подальше туда где не будет вспоминать оболон да на граби тем конечно хочется но ланц им сказал что я платил вам чистым золотом а значит все что они найдут это лишь прибыль сверх никто не откажется от основного заработка а значим значит им нужны и мы так надо так нам и надо уйти пусть ищут если найдут найдут прошли присоединился к разговору биф эти найдут иван говорил что вам платит иван что он из других мест и бабы расплатились ледиевским золотом те кого собрал ланц просто так не отдадутся его лишь тогда когда будут уверены что взять больше нечего и то сдерут шкуру на сапоги все посмотрели на бифа до этого момента говорящего глупые вещи или молчащего он прав поддержал его ганс эти не отпустят нас а если нам удастся уйти то будут гнать нас как безродных псов пока не настигнут и не убьют я знаю примерно кого мог нанять ланц биф говорил что среди них есть брум главный сейчас у них он одиночка редко с кем идет на охоту и раз он согласился идти таким отрядом значит наши дела плохи да 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 подержал я убив я лишь слышал что он не из этих мест каких-то далеких как он оказался в наших землях никогда не говорил он уже не молод где и как жил никто не знает сам появляется из ниоткуда и также пропадает его побаиваются с гордостью от такого знакомства продолжал он еще знаю что с ним идти на дело может стать гиблым дело можно и не прийти редки кто уходил от него с добычи так чего ты зная его отправился в поход выругался карл не так значит он хитер и страшен биф улыбнулся страшен но я все рассчитал первый пришел в деревню с ланцем если вы помните я давно решил их бросить к вам прибиться и шкуру спасти и денег заработать ланц не говорил что делал он у вас уж больно он был зол на вас видно поступили ему на хвост при дележке обманули или чего-то не додали при раздаче да все ему дали жмал кулак гигантс и что себе еще известно про чужака не обращая внимания на ганса стал спрашивать иван что еще повадки привычки вкусы что странного есть в нем необычного почему ты решил что он чужак да как все говорят да не такой он как мы хлеб не любит наш все посмотрели инвана обив продолжал носит на шее деревяшку никому не дает не прикасаться помню пару лет назад он убил генри малова тот смеялся над ним что он оберег мамки носит и потянулся к ней рукой сорвать хотел как брум одним ударом ножом отрубил ему руку а потом этим же ножом перерезал глотку кровище было жуть рассказал в красках биф все посмотрели на ивана обив продолжал а еще он ни разу не был женат куда-то пропадает живет отчельником никто точно не знает где нашелся на выдохе произнес иван все посмотрели на ивана обив продолжал да еще говорили что ранее с ним была какая-то баба красивая стройная высокая волосы как облака белые и длинные но я ее никогда не видел была ли она или нет никому не известно а если была то куда пропала размышлял он вдруг поди все откуда у такого отморозка такая баба а врут врут а что еще говорят интересовался иван внимательно осматриваясь в окно но по его взгляду было понятно что он сейчас где-то далеко что тяжело вздыхая обращалась бифу да вроде ничего не обращал внимание на изменившийся взгляд ивана отвечал тут чего тут скажешь убийца он жестокий одиночка от таких не надо ждать пощады ну да ну да соглашаясь не отводя взгляда от горизонта говорила вам нашелся значит отпустил он взгляд нашел значит но что же вы думали боги о чем это ты кто нашелся интересовался биф не понимая ничего ты его тоже знаешь сталкивался ранее уже ну тогда ты меня понимаешь о чем не говорю как ты ноги ты тогда унес если знаешь его не понаслышке для никогда ноги не уношу точнил он он посмотрел на эту мелкую армию своей войны или победного шествия своих рабов или рабов божьих разбойников или добычи он смотрел на них с высока полет из какого-то другого мира им неизведанное знаю подтвердил иван но мне бы надо убедиться об одном человеке говорим бы или разных все посмотрели на ванна а биф продолжал а как ты что пойдешь к ним и спросишь расхохотался биф да ты смельчак я не с тобой если что я тогда лучше в город начну убираться не хочу стать корм для волков или червей это вы сами без меня ухмылился он я за первый вариант засада лучше нам от них избавиться чем они от нас деньги деньгами а шкуру новые никто не даст присел на лавку давайте что-то решать братцы смотрел на них растерянным взглядом давайте поддержал ему карл не нравится мне порассказывает от брум богомир богомир нашелся прогавривал он держа в руке оберег матери знаешь его уточнил карл надо проверить может и не он надо проверить надо твердил он в ответ вы пока не высовывайтесь как будет будет как будто вышел он из пячки я туда и обратно проверю а потом будем решать что делать ждите я скоро выпалил он и сорвался от места как будто его ужарила пчела или по ним загорелся огонь скоро влетела в комнату пролетела над головами оставшиеся и вылетела вслед за иваном но он и правда его знает уточнил удивленный биф странный он чужак и есть чужак может пока он ушел и мы следом за ним точнее не за ним от них мало ли какие у них дела может они злейшие враги а мы с ним война начнется крупная карл и ганс смелись над бифом ну какой ты удар кулаком жал ганс ты удар жопой упал и плачешь не попадайся не под руку зашибу горделиво продолжал биф ну да ну да ржали над ним оставшийся зашибет не успокаивались они а что зашибу я могу подыграл он им стоя из себя строя себя простачка зашибешь как-то резко серьезно спросил его корот а тогда чего так сильно боишься подошел он к нему ближе чего ты еще знаешь а чего не сказал нам биф замолчал его взгляд стал суровым и осознанным а с чего ты взял что я что-то знаю да так показалось поддержал карла ганс уж больно ты разыгрываешь глупого пустобреха я уточнил биф я ничего не знаю братцы я всегда такой колись пригрозил ему карл и они с гансом сели напротив бифа биф четко осознал что карты придется раскрывать он вспомнил как ланса выгнали из дома как стая волков посла его до реки потом его никто не видел а лишь решили это со слов ивана что ланс утонул он понимал что там за пределами дома есть не только лесные волки а есть те кто не примет его назад ставя кто скорее всего порешит его или будет поддерживать до момента нужности он хорошо осмыслил тот момент что лучше сейчас раскрыть карты дабы спасти свою шкуру да да я то что знаю начал баллон издалека говори говори все выкладывай жмал кулаки карл но тянул время биф в надежде что иван вернется разговор будет окончен не тени и сжимал кулаки ганс но ну что вам сказать ланс говорил что в деревне можно делать все что мы хотим все ну что есть детвора типа можно и в город свести продать в работники баба есть так кожа до кости грубые надменные слабые можно с ними не баловать сразу волкам скормить гадсон отвернулся горло подкатил противный рвотный комок и тело горело огнем ярости и гнева жажды убивать кромсать на куски тех кого нанял ланс а больше всего найти ланс и скормить его волкам если те его еще не сожрали биф продолжал девицы сказали еще есть ну и их на утехе тоже можно а потом какой-то притон сдать опять же за деньги ну или себе оставить короче все что найдем наше биф замолчал но и что еще сказать сквозь зубы спрашивал карл да ничего особенного вроде все а с нами что а с вами еще проще поймать связать и отдать лансу лансу удивился ганс лансу он сказал что с вами справиться ланс еще больше удивился ганс лансу подтвердил биф нам-то вы зачем а вот ивану сказать не трогать его отпустить это как переспросил карл отпустить и зачем ну типа если он увидит что проиграл то побежит а побежит он явно туда туда где его дом а там а там моего и зло и мы найдем его запасы золота а эльза уточнял иван как всегда бесшумно вошедший биф не обращая внимание что его на ранее не было в комнате продолжал а про нее нам он ничего не говорил они и узнал только тогда когда попал к вам значит не сказал скрыл гнида вождь свина метался по комнате карл и что делать будем обратился он к ивану иван молчал пристально наблюдая за бифом да вы не на мокрое ли дело пошли на уничтожение целой деревни детей даже не пожалели баб слабых и голодных сколько же вам надо сколько тебе надо биф смотрел на него пристально ганс нас связать убить хотел нас этот предатель а ел с нами пил спал таскался столько по лесам не мог подобрать слов выдавляя себя ганс если бы у него была возможность то разорвал бы и ланца и бифа и всю шайку брума что-то узнал это он невозмутимо спросил у карл да узнал я видел его также спокойно ответил он это он он так и он такой и почему-то называл богомир его надо называть черномир а то и просто чернота это долгая история сейчас ей не место а то вам могу сказать он брат моей матери кого удивленно спросил биф он что твой родственник задержал его голос да невозмутимо ответил тут мы давно его искали я не думал что найду его в этом месте при таких обстоятельствах термал бене и най ах сказал иван и подкинул в печь торвишек чего переспросил убив это по-каковски по нашему это язык моего деда по линии оттаз отца уточнил вам он мой друг брат уточнил он брат удивился газ да так говорят наши краях а тех с кем ты связан кровью ах минулся биф и что теперь ты его убьешь или он нас но немного подумав он решил а может ты отдашь его золото и он отпустит нас брат ведь или ваших краях брат не всегда брат и брат тоже может быть враг нет у меня врагов уточнил иван ты брось говорить на чужом языке ничего не понимаю волновался биф не волнуйся бросил на стол иван лепешки в доме нашел наверное бабы убегали оставили хлеб оставили голодные не верил биф ты нас за дураков держишь иван посмотрел на него пронзительно серо-зелеными глазами а ты просто поверь лишнее тебе ни к чему иван о чем-то думал ему больше никто не мешал мужики разделили лепешки на четыре части но не притрагивались к ним выйдем сказал иван карл я тебе кое-что покажу тут не стал сопротивляться спрашивать уточнять выделываться он отодвинул лепешку взял нож со стола сунул ее сапог и вышел за иваном а тебя не позвали начал было биф ну так и тебя тоже не сводил с бифа взгляд ганс была у нас был у нас один такой наподобие тебя говорят утонул гонимый волками биф глотнул обиду и страх а кто он иван этот из мест каких-то никто не знает да и зачем нам да и тебе зачем был у нас тут один интересовался иваном да только не пригодилась ему это покойника много ненужных становится со временем да я так уточнить хотел разговор поддержать пока их нет а куда они пошли а тебе то зачем зачем ты спрашиваешь к твоим вернуться в другой лагерь переметнуться себя спасти да и нас им сдать так был у нас один такой то хватит утонул он я знаю перебил и убив я с вами уткнулся он взглядом стол и отломил кусочек лепешки они сидели молча отламывая по кусочку и закидывая в рот уходим мужики ночью уточнил карл с порога иван останется мы уходим вниз по реке в город он посмотрел на бифа это тебе бросил на стол мешок со звенящими монетами биф оживился резко потянулся к мешку что это мне развязывал курча глазами золото прикосил монету одну за другой чистая золото мне это за что но вдруг он резко отодвинул мешок спрятал руки и завопил вы хотите меня бросить что ли или утопить как ланса мы топили ланс уточнил газ это волки ну я и говорю выгоните меня ночью с деньгами а там волки это наверное золото ланса бери оно твое мы все уходим из деревни а вот там в городе ты можешь уходить на все четыре стороны но уже не с нами уточнил карл а вы а мы будем ждать ивана у нас еще есть дела а он не успокоился биф а у него еще есть дела в этих местах какие какие закипел ван хэрэфта я вакхуй болбими чамайк алэм болно чё ты сказал испугался биф если ты не уйдешь я тебя убью налились крови глаза ивана а все-все-все я пойду разбирайтесь тут сами мне хватит этого золота не просто жить долго и счастливо жить в тихом месте с бабенкой под боком вот только у меня вопрос а как мы ночью пойдем там волки если вы еще не забыли нет там волков не тронут вас стая караулит их казал он куда-то вдаль в окне не выйдут они до утра долго не стали ждать терять время сидеть в ожидании своей судьбы своей смерти и войны им не хотелось каждый мечтал как можно быстрее покинуть это проклятое место остатки лепешки крошки со стола немного мяса и воды охотничьи принадлежат принадлежат нежности ножи и ружья сменные одежда все что когда-то было с ними в дороге все что жалко было бросить они собрали с собой и двинулись в путь удачи тебе иван сказал карл через сколько тебя ждать через неделю я буду в городе возможно решил возможно даже раньше вас подмигнул он бифу ганс пока по похлопал бифа по плечу пошли сильный удар кулаком время не ждет ночевать некогда в дороге и тоже некогда будет идем без остановок биф был согласен на все лишь бы быстрее выбраться из этого места а как ты нас найдешь уточнял карл я надо не впервой а если ты не вернешься вернусь или вы сомневаетесь нет 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 но начал было карл я вернусь вам пора присядем на дорожку так когда-то учила меня мать ну вот дорогие мои на сегодня все это была очередная глава из романа светлана черевиченко путь домой и третья его часть всем огромное спасибо подписчикам отдельно фанатам романа светлана черевиченко отдельно тем кто не подписался надеюсь что вы подпишитесь жмите на колокольчик и пишите ваши комментарии а я с вами на сегодня прощаюсь до новых встреч всем пока